Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Джули, и добро пожаловать в универ-новую общагу! Ну что ж, друзья, я думаю, что нам пора пройти в наше новое общежитие, в которое мы только что заехали. Карта с NPC, я давно в такие карты не играла, и я рада, что меня такое построили. Добро пожаловать! Кстати, блин, из-за шейдеров очень странно тут все устроено, но да ладно. Давайте пройдем, получается, как я понимаю, здесь у нас выход, и нам встречается вахтерша. Боже мой, почему она выглядит, как первобытный человек, только синий почему-то? И почему она... А, нет, я знаю, она похожа на аватара, только без стрелки. Ладно, давайте с ней поговорим. Стой, ты кто такой будешь? Меня зовут Валентин. А-а-а! То есть мы, получается, играем сейчас за Валю. Ну хорошо, буду знать, правда я скин не поменяла, я потому что не знала, за кого мы играем. Ладно, я новый студент. А, ну ладно, провожать не буду, найдешь дорогу сам. А коль заблудишься, не мои проблемы. В общем, поднимайся по лестнице вверх, комната с голубыми стенами ваша. Хорошо, спасибо, спасибо тебе большое. Если мы заблудимся, то это не ее проблема. О, смотрите, тут какие-то таблички, здесь у нас кухня, кухня. Наверное, нам по этой лестнице нужно подниматься, как я полагаю. Я не хотела идти на кухню, проверять тут все, потому что... Ну, а вдруг мы тут что-то да найдем лишнее, которое что нам не нужно. Так, а здесь у них ванная. Ну, Костя, что будет, если я тыкну? Ага, ничего. Ну ладно, давайте тогда начнем подниматься по лестнице вверх. Я сейчас быстренько сменила шейдеры на другие. Так, туда мальч... Ой, туда девочка. О, Яна! Приветчики! У нее очень странные волосы, потому что, ну блин, если судить по сериалу, то волосы у нее короткие и черные. А здесь длинные и красные. Ау, прямо как я. Яна, ты это сделала в честь меня? Ладно, с ней тогда потом поговорим, потому что изначально нам сказали, что нам нужно к мальчикам. Мальчики у нас вот здесь. Так, Майкл. Боже! Что с его лицом? Почему он такой? И знаете, он еще как будто лысый. Серьезно. Он реально похож на лысого, если смотреть просто вот здесь. Майкл, что с тобой почему-то так удивлен? А это Антон! Боже! Я не могу. У них очень странные лица. Кажется, Антон немного пьяненький. Ну да ладно, давайте мы поговорим с Майклом. Привет, мы знакомы. Нет, как я понимаю, теперь мы соседи. Здравствуйте, меня зовут Валентин Будейко. А вас? Ахахахаха, смешной ты парень. Что? Почему он смешной? Меня Майкл. Слушай, а не мог бы ты мне помочь? Мы же теперь знакомы как-никак. Да действительно, всего лишь пару секунд, так что все, мы знакомы. Позвольте спросить, в чем? В общем, тут такое дело. Денег у меня нет, а кушать хочется. Не мог бы ты сходить в KFC и купить пару гамбургеров? О, да, конечно. Как я могу отказать своему новому товарищу? Сразу видно свой человек. Почему гамбургеры убивают? Смотрите, в KFC в ванной. Я хочу посмотреть в ванную. Тут у нас, в принципе, ничего нет, да? И душа нет. Ну и ладно. Давайте тогда мы отправимся прямиком в KFC. Ну что ж, давайте мы тогда пройдем сюда. Здесь у нас кассир встречает. Эй, ты, кассир, ты должен со мной разговаривать. Почему кассир, а девочка? Ну ладно. Добрый день, что будете заказывать? Добрый, мне, пожалуйста, два гамбургера. Грубым голосом. Лена, два гамбургера на первую кассу, живо! Я надеюсь, что я правильно почитала, не знаю. Ой, все, а нам нужно принять заказы, чтобы мы получили два гамбургера. Гамбургеры убивают. Ну а мы, в общем-то, взяли два гамбургера. Тут написано, жми после получения заказа. Ну что ж, давайте тогда тыкнем. И мы окажемся уже прямо в нашей общаге. Так, думаю, что эти гамбургеры нужно отдать Майклу. О, вот это по-нашему. Ну, блин, я не могу смотреть на его лицо. Он смотрит на... Боже, я не знаю, как он на меня смотрит, но он как-то на меня смотрит. А я не помню, мы разговаривали с Антоном? Так, нужно как-то это зачитать. Отстань... От меня... Не видишь, я занят. Ну, надеюсь, что правильно. Блин, я не умею читать, типа, как пьяненький. Ну да ладно. Так, дальше у нас тут Яна стояла. Я думаю, что с ней уже, в принципе, можно разговаривать. Не уверена, но давайте попробуем. Почему бы и нет? Что, нам стоять здесь, что ли? Так, Яна, отойди из дороги, я спешу. По-моему, да. Ой, простите, меня зовут Валентин Будейко. Я теперь ваш новый сосед. Очень приятно. А теперь отойди. Меня срочно вызвали в правком. Зачем? Что случилось? Понятное дело, у нас на носу 9 мая. Нужно подготовить все. Стоп. А тебе какое дело? Ты что, шпионить, думал? А, хотя, слушай, ты не можешь мне помочь кое с чем? Так, я только что пришла с фастфудной забегаловки. Возвращаться туда не хочу. Если. Смотря с чем. Нет, не хочу. Ну, давайте, смотря с чем, опять же. Нужно сходить в один магазин. Он недалеко. Купить 10 георгиевских лент, 5 шаров, 2 костюма. Ну, вроде бы все. Список я тебе оставила в ящике. Он стоит рядом. Деньги оставила там же. Я буду очень благодарна, если ты освободишь меня от очередной беготни. О, конечно. Конечно, Яночка. Так, как я понимаю, это где-то здесь. Да, вот, смотрите. Манны, манны, манны. Хорошо. Нифига себе, Яна, ты добрая дала мне 64. Ну, я не знаю, это рубли или доллары можно считать. Ладно, допустим, 64 рубля. Ну что, переходим к покупочкам. Так, здесь у нас шарики, там одежда. А, стоп, а какие у нас там задания? Ну-ка, подождите. Янки на побегушке. То есть нам нужен смокинг один. А, а смотрите, оранжевых шарика 3 и черных шарика 3. То есть, получается, там не 5 шаров на самом деле, а 6. Ну ладно, продавец, нифига себе. Он, знаете, такой типа на понтах. Йо, привет. Здравствуйте, чего хотим? Может вам посоветовать изящный букет из шаров для вашей любимой? Или, быть может, вы хотели бы извиниться? У нас шары на любой вкус. Да, здравствуйте, мне нужно 6 шаров. Три черного цвета и три цвета оранжевого. А, ну, с этим вопросом подойдите к продавцу. Ну ладно, хорошо. Продавец шариков. Почему он бекон? Он опять бекон. Я помню, когда я проходила карту от подписчиков, там тоже был ребенок бекон. Почему этот продавец бекон? Ладно, давайте поговорим с ним. Ага, то есть оранжевый шарик. Почему оранжевый шарик стоит 2 бакса, а черный шарик стоит 1? Что это дискриминация черных? Это расизм. Итак, раз, два, три получается шарика оранжевых. И раз, два, три. Три шарика черных. А тут есть у нас еще красные шарики, желтые, фиолетовые. Ну ладно, пофиг. В любом случае, мы там взяли нужные нам цвета. Давайте мы их, кстати, положим вот сюда. И пойдем тогда к одежде. Я видела вот здесь надпись одежда. Да, поэтому давайте мы куда-нибудь сюда пройдем. Так, одежда. Колян продавец, что? Я думала, мы универ проходим. А тут еще из реальных пацанов есть. Ну привет, Колян. Черт, у него еще очки, знаете, так на носа одета. Типа, я. И такое накачанное тело. О, да. Ну давайте с ним переговорим. Здорово. Вам что-нибудь посоветовать? Да, добрый день. Я должен забрать костюм. Пожалуйста, проходите примерку. Вы, наверное, хотели сказать примерочную. А я что, не так, что ли, сказал? Ах, ладно. В общем, проходим, как я понимаю, примерочная. Вот она у нас, примерочная. То есть нам нужно сюда. О, смотрите, у нас тут костюмчик есть. Давайте мы его весь заберем тогда и пойдем. То есть все, у нас, в принципе, все есть. Поэтому давайте мы отправимся. Я не знаю, куда мы отправимся. Как я понимаю, нам в любом случае нужно нажать на эту кнопку. Да, да, да. Нам нужно было нажать на эту кнопку, чтобы мы оказались здесь. Ну что ж, давайте завершим тогда. Боже, ты мне так помог. Спасибо. Приходи сегодня на вечеринку в честь... Блин, а в честь чего? В общем, в честь чего-то да будет. Ну, ладно. Я побежала. До 9 мая осталось всего пара дней. Нужно украсить все и подготовить. Сначала поговори с Кристиной уже после... А, это она... Это не она, как бы, уже говорит. Сначала поговори с Кристиной уже после всего. Жми на кнопку сзади Яны. То есть, вот на эту кнопку нам нужно будет нажать после того, как мы поговорим с Кристиной. Но смотрите, если тут было написано, что там девочки, наверное, нам нужно зайти в эту комнату. Ого! Фиолетик! Фиолетик! Офигенно! Тут у них все так... О! Кристи... Что? Почему она одета в костюм Фина? Почему? Что вообще здесь происходит? Кристина, ты чего? Запала на мультик? А может быть, я реально... Она фанатка какого-нибудь там... Адвенчер тайм? Я не знаю. Что вообще? Ладно, давайте с ней поговорим. Ты кто такой? Блин, у меня почему-то вот... Ты кто такой всегда читается не очень правильно. Сразу вот мелодично так. Если кто понял, ставьте лайки. Вообще, кстати, ставьте лайки, точно. Мы играем в универе в Майнкрафте. Офигеть! Привет! Ты, как я понимаю, Кристина. Как ты узнал? У тебя на лбу напис... У нее реально написано на лбу? Смотрите! Офигеть! Так, ладно. У тебя на лбу написано. Что? Смотрит в зеркало, типа... Мартынов! Опять нажрался! Ну все! Ему конец! Ты должен мне помочь! Я не буду убивать людей. Это навредит моей репутации. Наврили... Ладно, план с лопатой откладываем в сторону. Да я шучу! Неужели ты действительно думал, что я захочу его убить? Ну, так-то да. Ладно, мне нужно его проучить. Все, что требуется от тебя, две минералки и пачка слабительного. Шесть штук. Злобный смех. Му-ха-ха-ха-ха-ха. Я не умею злобный смех делать. Но при таких случаях слабительное неуместно. Зачем же его покупать? Мы с ним уже давно вместе, и я знаю, как ему сделать лучше. Поверь, убедительно смотрят в глаза. О-о-о-о. Ну, хорошо. Ладно, представим. Ну что, давайте тыкнем по этой кнопке. Как я понимаю, тут у каждого персонажа своя кнопка, которая телепортирует нас на нужное место. Да? О, да. А, нет, я думала, что мы сейчас провалимся. Блин, смотрите, какой классный город. Правда, не совсем похоже на Москву, в которой универ, в принципе, происходит. Но да ладно. Так сказала, блин. Ну что, привет, продавец. Так, две минералки караченской. И получается, это у нас слабительное. То есть, две минералки. Раз, два. И сколько она сказала? Шесть, по-моему, слабительных. Три, четыре, пять, шесть. Ну все, мы, в принципе, это взяли. Завершение злобной. Опаньки. А тут у нас, получается, есть этот... Я случайно заметила. В общем, командный блок. Но ничего страшного. Давайте-таки чпоньк. Теперь я знаю, куда точно было нажимать. Из тех двух кнопочек. И пойдемте, получается, к Кристине отдавать ей все. Привет, Кристина. Отлично. Муха-ха-ха-ха. Будет знать. Спасибо. Не помню, как тебя зовут. Не мог бы ты отнести их Антону? Он наверняка уже заискался воды на кухне. Отнеси ему таблетки, только не говори о том, что это слабительные. Он всегда противится, но когда принимает их, чувствует себя гораздо лучше. Отдай ему все пять штук. Хорошо. Так, стоп. Ага, она сказала, что на кухне. Но здесь кухни, как я понимаю, нет. Давайте тогда искать ее. О, смотрите, тут какая-то лестница куда-то нас привил. Да вот, может быть. Нет, здесь у нас... Так, здесь у нас просто какие-то штучки. О, вот и кухонька, смотрите-ка. Блин, тут все так прикольно сделано. Мне прям... О, Антон валяется. Ну, приветики, Антошка. А-а-а, как же мне плохо. Меня будто переехало два трактора и Ленка с первого этажа. Кажется, я умираю. Привет, я Валентин Бут... Как, кстати, представиться прям... Ага, отлично. Да мне пофиг, кто ты. Но мне не будет пофиг, если ты поможешь мне избежать смерти. Грустный смойлик. За этим я и пришел. Кристина просила передать тебе это. О, Кристина! Кристиночка! Зайка моя! Берет таблетки, запивает водой. А-а-а. Ну, я пошел. Увидимся. А-а-а. Ой, что-то... Ой, что-то... Что-то мне пора. Кажется, все. Кажется, ему пипец немножечко. Ну что, видишь, как тебя любит твоя Кристиночка, Антоша? Вот, понял. Так, тут у нас, получается, больше ничего нет на первом этаже. Ага. И куда нам дальше? Там у нас... А, кстати! Боже мой! Я забыла! Я забыла, что здесь были показаны стрелки. Что, типа, здесь кухня. Ох ты ж, боже ж ты мой. Ну, ладно. Жми, как все завершишь. То есть, под все завершишь, они имели в виду, то есть, завершить все задания, которые нам были даны. У меня сейчас нет активных заданий. То есть, в принципе, мы все сделали. И это ужасно круто. Поэтому давайте жмем сюда. И что тут у нас? Ой. Ой, 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 что происходит? А-а! Так, думаю, геймод помощь. Так, ага. То есть, мы оказались просто в какой-то попке. Давайте все здесь сломаем. Поставим это вот сюда. Что-то, видимо, здесь немножечко понапутали. О, кстати, давайте оденем этот смокинг. Это что такое? А-а! Так это, получается, на... Это ботинки? Что? Только не совсем... Это ботинки, но не совсем ботинки. Ладно. И что ж, давайте тогда выйдем из гейммода. Стрип-клуб. Что? То есть, сейчас мы такие спускаемся. И там будут танцовщицы? О, да. Такие ля-ля-ля, ля-ля-ля. Прямо. То есть, это нам подсказка еще такая, типа, нужно идти прямо, никуда не сворачивать. Да! Офигеть! Только я немножечко думала, что они будут по-другому выглядеть. То так тоже сойдет. Офигенно! Смотрите. Не хват... Танцовщица. Привет, ребятишки! Блин, такое ощущение, что здесь какой-то утренник. Она такая, привет, ребятишки! Боже мой, утренник в стрип-клубе. А, это... Это просто... Это как-то слишком. Смотрите, тут у нас опять Майкл сидит. Опять в непонятках своих, да? Он, знаете, смотрит такой... Он немножечко в ступоре. О, Валя, здорово! Ну, как тебе тут? Нравится? Честно говоря, предпочитают держаться в стороне от подобных мест. Они отвлекают от подо... Они отвлекают от учебы... Ээээ... Но не сегодня! Гулять так гулять! Да! Ну все, в принципе, мы с Майклом поговорили. Давайте переговорим, получается, со всеми здесь. Опять в своем, блин, костюме Фина. Кристина, я не знала, что тебе нравится Adventure Time. Приветики! Молодец, что пришел! Спасибо! Жеков продавец, что ли, какой-нибудь? Привет! Хорошо сидим, да? И там, наверное, музыка такая... Тут-стут-стут. Он еще должен головой качать. Блин, а что они все такие некочевые сидят тут такие? Я помню, была у меня как-то карта от подписчика. Ну, вернее, карта с кастом от PC. И там, получается, люди на вечеринке были такие качевые. А здесь они некочевые. Ну, ладно. Яночка, приветики! А что ты здесь в стороночке сидишь? О, ты все-таки пришел! Я думала, что ты будешь сидеть за учебниками. Хм, это странно. Так, все думают. Действительно, очень странно. Несмотря на то, что Валентин действительно сидит постоянно за учебниками. Ну что ж, друзья, как я понимаю, это уже конец нашей карты. Друзья, если вам понравилась подобная карта, и вы бы хотели что-то наподобие этой, то обязательно пишите в комментариях, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и приглашайте своих друзей, ведь вместе всегда интереснее и к тому же веселее. Ну, а с вами была Джулия. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых встреч. Люблю. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok